девочки всем привет кто присоединяется к прямому эфиру пару секунд подождем остальные присоединятся всем привет сегодня для вас проведу эфир я меня зовут юлия фролова я покажу вам наращивание с применением гелей soft айрис гель не решил скомбинировать soft rose гель вот и также покажу простой но очень красивый дизайн snail dress так сна дресс это у нас номер 113 цепочки цветов очень красиво подойдет под эти оттенки тоже здесь есть видите такие маленькие сиреневые цветочки очень нежно получится и решила еще скомбинировать с шермиконами так где никуда их отложила вот с такими шермиконами это у нас номер 242 мечтательные фразы возьму пару элементов один вот такой вот прямоугольный и какую-то фразу подберем и так я уже сейчас немножечко подготовился чуть-чуть опоздала ноготочек подготовила нанесла праймер сейчас нанесу базу бейс гель возьму за основу люблю наносить тонкой кистью но можно также а не тонкой кистью а отдельной кистью но также можно кистью из флакона нанести кому как удобно после как там привычнее это делать отдельной кистью сейчас покажу какой влажную салфеточку забыла всегда перед тем как работать кистью я ее протираю влажной салфеткой и после работы тоже так кисти дольше сохраняются и потом не нужно их особо промывать вот отдельной кистью распределяю базу база должно быть небольшое количество она не должна ложиться выравнивающим слоем то есть слой должен быть прям маленький совсем вот такой и отправляем в лампу сушим 30 секунд сушим 30 секунд и теперь будем устанавливать форму форму я взяла вот такую короткую есть еще более удлиненные но это для уже какого-то конкурсного моделирования так далее то есть вот эти вот этот вид форм очень кстати удобно сделали что именно два вида форм это как раз уже для салонного моделирования сначала убираем эту среднюю часть и я приклеиваю ее сзади формы вплотную к окошку чтобы сделать такой более прочный каркас чтобы форма была более жесткой так развязываем перфорацию и вот большими пальчиками скручиваем ее чтобы получилась парочка небольшая так как парочка у натурального ногтя тоже имеется сначала нужно примерить форму одной рукой конечно делать себе неудобно поэтому я сейчас возьму вот так ушки загну вверх чтобы они мне не мешались и не склеивались буду подставлять ой нужно примерить и так как у меня такие валики не то чтобы выраженные но они мешают чтобы поставить форму иначе она будет знаете так немножечко на взлет смотреться поэтому я всегда делаю надсечки надсечки здесь мы примеряем смотрим где они должны быть у нас форма должна встать так чтобы были закрыты в роста то есть он должна в ростах обязательно находиться свободный край должен выходить на форму поэтому надсечки здесь вот видно да очень удобно здесь форма размечена чуть выше чем вот эта линия будет но с другой стороны также если у нас не не асимметричные точки в роста делаем надсечку надсечку делаем такой длины чтобы она заходила чтобы подушечка туда поместилась так здесь мы тоже делаем надсечку и вот эти части можно их не вырезать можно вырезать как хотите я не вырезаю далее я чтобы себе было удобно сделать я форму вот так вот склеиваю внизу только нижнюю часть прям чуть 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 совсем так делаю форму трубочкой и подставляю под свободный край вот так должна стоять форму так вот очень важно чтобы не было зазора здесь свободный край выходит на форму просто тоже закрыты так как у нас будет такой салонный миндаль можно здесь тоже немножечко заузить ее трубочкой делаем форму так как будет салонный миндаль не сильно острый такой средненький форму ставим ровно так чтобы мы смотрели но может быть она не может немножечко на уходить вниз может чуть чуть совсем так далее мы берем soft rose гель для подложки подложку делаю такой толщины чтобы у меня свободный край был такой уже достаточно готовой толщины чтобы мне осталось достроить следующим гелем следующим оттенком апекс и зону кутикул ты свободный край я уже сейчас из этого геля полностью удалирую чтобы при пили потом у меня было видно что у меня свободный край такой розоватый если неудобно если для вас этот гель слишком жидкий в качестве подложки можно в два этапа это делать распределяем кистью распределяем кистью хочу подлиннее немножечко можно сделать два этапа чтобы был розовый оттенок геля на ногти более это интенсивным всем привет девочки кто присоединяется к прямому эфиру нас эфир по наращиванию цветными гелями soft rose гель и soft iris гель так наверное еще хочется не сделать по длине и слегка при смотрим чтобы две боковые стеночки были симметричны друг другу и находились на одном уровне стараюсь всегда выкладывать свободный край сразу так чтобы было меньше пилить то есть форму сразу делаю точный можно даже немножечко перевернуть чтобы гель с отравался но я потом хочу все равно добавить розовый мне хочется его побольше здесь чтобы было так сейчас не стоит поставим немножко мне неудобно так подсушила немножко сейчас добавлю еще розовый оттенок что здесь стеночка получилось прям такая тоненькая мне хочется поплотнее ее сделать свободный край тоже такой поплотнее с этой стороны достаточно есть можно так в два этапа сделать если материал жидкова для вас это не займет много времени кстати и очень удобно вот теперь видно толщину лампу сушим сушим одну минуту потому что слой небольшой так кисточку натираю на салфеточку закрываю гель чтобы не попадали подал мусором учат лампа всем привет просмотрит мой мир и так далее бы берем soft iris гель им будем достраивать архитектуру такой сиреневый оттенок кстати два оттенка геля не идеально друг с другом сочетаются здесь мы можем дальше работать как а так секунду вот здесь еще чуть-чуть меня брак вышел сейчас сейчас хотела снять форму вижу что сбоку сбоку вот здесь чуть-чуть не хватает сейчас я доложу значит будет здесь ямка все доложила сейчас еще посушу чуть-чуть гель идеально друг с другом сочетаются да не у нас розовые сиренью всегда оттенки очень хорошо друг с другом дружат поэтому с ним будет классный гардиген нас тел хотел показать просто soft iris кель наращивание но решила что все таки с двумя цветами будет интереснее так подсушили теперь я сниму форму сниму форму аккуратно и снимаем на перчатки прилипла аккуратно здесь вот нажимаем чтобы она щелкнула и снимаем для движением вниз такой получать свободный край нас так теперь вкладываем архитектуру сверху сначала набираю небольшое количество геля ставлю его в близко к кутикуле распределяю тонким слоем сначала пусть мне нужна подложка из этого геля чтобы я смогла 2 капли уже построить архитектуру здесь можно прям на нет свести на свободном крае его так далее теперь мы берем капельку вот такую приблизительно я выкладываю ее вот так по центру ставлю шарик и далее по мокрому слою распределяю по первому до мокрому слою распределяю этот гель сначала вверх боковые части теперь уводим его вниз аккуратно легким движениями не прожимаем гель кистью можно перевернуть сцентровать с это немножко на камеру неудобно до поворачиваем ноготь параллельно столу следим чтобы при взгляде сбоку из торца апекс находился у нас по центру мне не хватает геля вот в этой части сейчас добавлю очень кстати он удобно распределяется я бы не сказала что он жидкий такой знаете средней консистенции очень комфортный особенно когда работаешь двумя руками не как сейчас одной то мы работать им очень круто он подходит для техники без опила то есть можно например вот на этом этапе наращивание до опилить свободный край сразу сейчас я сцентрую опилить свободный край и потом сверху поставить уже гель техники без опила так так получается центру и еще раз центру и еще разочек и сбоку проконтролирую чтобы не апекс находился на своем месте сушу в лампе просушиваем гель от одной минуты до двух минут если у вас мощная лампа ну например вот лампа именно да очень мощная на сушит любую толщину гелия очень быстро можно если опять же много с небольшого размера можно сушить одну минуту если вот как здесь у меня сейчас он такой достаточно длинненький то сушим две минуты девочки может быть пока гель сушится у вас есть какие-то вопросы по эфиру может быть что-то интересно всем привет кто присоединяется очень рада что вы смотрите эфир я сегодня вам показываю наращивание вот этими двумя гелями soft rose и soft iris гель будем сейчас делать дизайн со слайдером и шермикон здравствуйте здравствуйте итак смотрите вот такой у меня получился ноготочек на свободный край здесь видно такая есть маленькая плюшечка она у нас сейчас при опиле уйдет с видно ничего не будет так видно что апекс у нас находится на месте сверху гель лежит ровно то есть нам остается оформить только свободный край на этом будет как бы в этом будет заключаться весь опил так добрый день добрый день 1 перчатку не люблю пилить без перчаток то пыль попадает на руки так обезжириваем обезжириваем и приступаем к пилу первое что нужно сделать это убрать вот эти натеки в зонах рост потому что они мешают видеть боковые параллели далее здесь тоже так вот отклеиваем и убираем эти натеки убираем натеки теперь формируем свободный край ой так не сделать чтобы потом не ну ладно сейчас вот немножко сбоку зайду лишнее формируем свободный край проверю чтоб все было ровно ровно теперь поверхность свободного края периметр опиливаем далее поверхность свободный край должен получиться при взгляде сбоку ровным то есть никаких плюшек быть не должно секунду еду из кадр то мне неудобно пилить нечего можно еще вот подобрать лишнее изнутри пилкой раз готова ну вот собственно весь опил так добрый день вы больше к работе с шаблоном или с пластиковыми формы я люблю классику потому что я на ней работаю уже ну десять лет да вот столько я работаю мастеру поэтому мне классика она ближе она мне понятнее я конечно ничего не имею против пластиковых форм это тоже классно сейчас современный такой вид моделирования быстрый но если касаться скорости то если вот разобраться я например по классике работаю очень быстро то есть форму ставлю так далее это не трудно если взять например если я сейчас буду делать верхние формы да или там наращивание на типсах то это у меня займет такое же количество времени поэтому не вижу смысла метаться туда-сюда и работать в разных техниках то есть если вам удобно близко вот эта техника если вам комфортно в ней работать то да классно если нет то работайте вы с шаблонами разницы нет по сути работа одна и та же же у нас получается смотрите я сделал опил очень быстро с учетом того что я вам сейчас показывала это все уходило из кадра и делаю я себе это одной рукой то есть опил тут занимает прям две минуты на один ноготь максимум и так опилили забафили далее ставим шермикон и все очень быстро особенно когда работе с клиентом конвейером это все очень очень быстро главное уметь поставить шаблон так для начала мы берем шермикон и я сразу клею их на обезжиренную поверхность и потом уже сверху устанавливаю слайдеры чтобы не здесь не делать 10 ненужных слоев то есть чтобы текла сейчас не использовать шермикон и прекрасно клеится у нас и на обезжиренную поверхность искусственного ногтя так я хотела взять вот такой квадрат с надписью золотой так и поставить его вот посередине вот здесь так поставили посередине так с грызунами ли когда подушки пальцев выбирают как делаете ой ну у меня слава богу редко попадаются такие клиенты сейчас нам все постоянные у них таких проблем нет но были у меня такие изначально люди с которым потом срастили нормальные хорошие ногти я также работала на шаблонах работал на шаблонах так и добавлю еще вот здесь внизу то есть ставлю эту надпись параллельно квадрату так чтобы оставить вот здесь место на слайдер можно матовым сделать можно глянцевым с грызунами конечно девочки с ними не просто работать но если даже взять верхнюю форму смотрите то есть подушки высокие вы будете ставить верхнюю форму и весь гель он уйдет вниз то есть это будет неудобно то есть вот шаблоны все-таки там работать гораздо удобнее их конечно ставить ну тяжело но но ногти сами получаются кажется потом вот не нужно будет изнутри вот это все выпиливать вот эту груду материала то есть это удобнее работать шаблонами все-таки таких ногтях может конечно кто-то не разделять мое мнение но лично мне вот как мастеру мне было бы удобнее с грызунами именно на шаблонах далее мы берем топ слайдер я разговаривался не показал что наношу топ слайдер берем распределяем его практически вот по всей поверхности практически не доходим до зоны кутикулы тоже распределяю отдельной кистью самое главное приклеить шермиконы чтобы они у нас не топорщились распределяю отдельной кистью и отправляю в лампу на 30 секунд так и теперь остается поставить на адрес сейчас у нас высохнет топ слайдер его не нужно и на еду топ слайдер не нужно для постановки слайдеров наносить таким толстым слоем толстым слоем не нужно достаточно прям тонкой тонкой подложечки потому что у него такая хорошая липкость что даже в тончайший слой на него все становится намертво шермиконы будут очень хорошо держаться и не будет у вас на ногтях лишней толщины так вырезаем те фрагменты где у нас есть с вами сиреневые цветочки я наверное сейчас вот так возьму вырежу чтоб мне удобнее было полностью полоску полетела моя полоска полностью полоску здесь у нас сиреневые цветы всякие разные так и разрежу ее пополам вот так пополам далее я ее положу на влажную салфетку можно ложить на все что угодно главное чтобы у нас слайдер отделился от бумажной основы да можно взять ватный диск смоченной водой хоть теплый хоть холодный как хотите я кладу на влажную салфетку потому что лишнее движение делать не люблю так откуда у тебя столько идей ой не знаю честно сейчас раньше было больше наверное идей но хотя я все таки стараюсь я не хочу как бы выходить из этого состояния стараюсь все равно генерить идеи потому что они нужны для контента обязательно и девочки вот так вот вот устанавливаю кстати вот этот дизайн я его сейчас придумала ну я то есть знала чем я буду работать уже заранее материалами но дизайна всегда продумываю в самый последний момент я сначала планировала немножечко по-другому расположить вот эти слайдеры но потом подумала что положила перед собой шермикона посмотрела думаю вот надо вот так расположить будет очень прикольно смотреться необычно нежно то есть тут как бы и смысл в том чтобы они эти шерунку из чтобы наши слайдеры они не утяжеляли дизайн то есть вот они лежат цветочки такой линии легкой воздушной их немного много тоже знаете не нужно сейчас в основном дизайн они минималистичные клиенты не хотят у нас долго сидеть сейчас можно даже вот здесь внизу тоже поставить вот кусочек смотрите вот такой легкий воздушный цветочный ноготь получился прижимаем как следует чтобы слайдеры не топорщились если вы делаете это руками там не апельсиновой палочкой не штампом все на штамп можно дальше там использовать у нас так так я бы пришла к вам на живой курс жаль к жаль далеко от ростова не забрать случайно по другим городам с курсом не знаю вот скоро поедем в ростов в ноябре там дальше посмотрим может быть не буду пока загадывать это мой первый поездной курс да я не из саратова а из саратовской области от саратова 200 километров итак смотрите далее у нас высохли наши слайдеры и нам нужно убрать остатки пленки со свободного края вот на этом этапе иначе потом все это будет напорщиться потом нужно будет подпиливать топ хотя как вариант можно потом и топ подпилить но чтобы у нас топ лег ровно лучше конечно убрать остатки пленки на этом этапе далее мы берем nail prep я беру nail prep можно брать ультрабонт мне просто ультрабонт немножечко кончился и убираем остатки пленки убираем остатки пленки хорошенечко убираем да не по самим цветочком советую вот проходится кистью а вокруг них аккуратненько вот так так убрали теперь мы берем топ слайдер nail prep у нас мгновенно высыхает ждать не нужно мне за счет этого кстати нравится со слайдерами им работать берем небольшое количество топа слайдер прям вот небольшое и наносим на ну на наши слайдеры так скажу нанесли отправляем в лампу он секунд на 15 достаточно будет так всем привет кто присоединяется к нам всем привет кто присоединяется девочки так ну достаточно и дальше покрываем матовым топом можно глянцевым покрыть можно матовым покрыть мне вот хочется матовым а потом выделить уже топом вот эти рисунок да мы берем топ вельвет у нас здесь уже нанесен топ слайдер поэтому можно наносить смело этот топ он будет очень у нас хорошо стоять а потому что поток вельвет нужна подложка либо топ т класс топ т класс либо топ слайдер так наносим топ наносим топ выравниваем им поверхность потому что мы любым топом делаем итоговое выравнивание выравниваем поверхность так можно даже его сцентровать перевернуть ноготочек перевернуть так девочки сейчас немножко уйду из кадра слегка неудобно отсвечивает я не вижу так все выровняла проверяя свободный край чтоб натека не было так вот так получается и отправляем в лампу так остальные 9 ноготков будут stories очень интересно ну я себе вообще не делаю маникюр одинаковый на двух руках у меня сейчас тем более так как я очень часто демонстрирую на себе различные материалы и прямой эфир провожу тоже на себе показываю если делаю моделирование у меня вообще даже могут быть и ногти разные по дизайну на одной руке но вот для этого дизайна я бы вот сделала бы наподобие вот такими на все ногти очень быстро и не будет смотреться так как будто у нас слишком такой знаете перебор с дизайном так дальше что мы делаем нам нужен топ можно взять топ теклас можно ультрашайн я ультрашайн возьму отдельную кисть берем тонкую и золотые элементы можно выделить будет очень прикольно смотреться мне вообще очень нравится когда такой микс золото и матовый глянец вернее матовый глянецы матовые аккуратненько тоненькой кистью так выделяем и можно надпись тоже также выделить можно конечно этого не делать но узнаете так дизайн смотрите мне кажется интереснее и сложнее 5 интересно здесь у меня будет четыре ногтя с таким дизайном остальным я пока и сегодня не знаю успели не сделать коррекцию наверное завтра и так вот так получилось отправляем лампу на минуту на клиенте на минуту на себя сейчас я просушу 30 секунд и вам покажу и потом уже буду досушивать это время смотрите вот такой получился у нас ноготь очень красиво смотрится подложка очень воздушным смотрится дизайн очень красиво выглядит градиент до свободный краевку розоватый можно наоборот кстати цвета поставить даже на остальных ногтях до снизу будет сиреневый сверху розовый оттенок и вот в такой тематике можно сделать все ногтями кстати могут быть разными мы можем взять эти же шермикона и эти же на дресс да и по-разному расположить их на остальных ногтях будет очень классно смотреть то что дизайн такое знаете абстрактный тут нет какой-то такой определенной сложной композиции да здесь просто вот поставили параллельно друг другу разные элементы и так девочки всем спасибо за то что вы присутствовали в прямом эфире что вы смотрели и так буду сохранять эфир всем пока да это было наращивание потом посмотрите с начала эфир все всем пока и Продолжение следует...